Господи помилуй и благослови. Во время Великого Поста мы начали читать Библию, Ветхий Завет. Прочитали первую книгу Бытие, первая книга Моисея. А сейчас предлагаю вторую книгу начать читать Исход. В первой книге мы узнали о творении мира, сотворении мира, сотворении человека, о грехопадении, изгнании человека из райского сада, о том, как люди стали на земле размножаться и умножаться стали грехи, убийства, зависть, ну, были люди, которые шли за Господом, а были, которые отпали. И поэтому, когда людей становилось уже все больше и больше, и греха больше на земле, остался один Ной с семейством, который слушал Господа. И Господь даже раскаялся в том, что Он сотворил человека и навел на землю потоп. После потопа же, Нуя, от трех сыновей тоже стали умножаться люди. И животные, которые он с собой в ковчеге сохранил, по земле разошлись и стали размножаться. Ну и один из сыновей не устоял и тоже впал в грех, рассказав о своем отце, в каком он был состоянии, лежал выпивший. Итак, появились рабы. Сказано, откуда появились рабы. За грех хама. Ну, люди, которые произошли от Сима, одного из сыновей, Ноя, Дальше благополучно жили, которые слушали Господа. Так мы узнаем, что потом родился Авраам, который женился на Саре. И как Господь благоволил к Аврааму, который был послушен Господу и шел куда. Тот его указывал путь. За это сто лет у Авраама родился сын Исаак. Исааре было уже 90 лет. То есть для Бога все возможно. У Исаака и жены его Ревеки родились два сына, Исаак и Иаков. И дальше была, дальше Историй Иаков тоже получил благоволение от Господа и женившись. Так получилось, что у него было две жены Илья и Рахиль. И от Рахиль было два сына, Иосиф и Вениамин. И вот Иосиф из-за зависти братьев был продан в Египет и попал к фараону. У фараона же он возвысился благодаря Господу, потому что у него был дар Божий. И в результате к Иосифу пришли его братья и отец. Из-за голода во всех странах. Итак, все люди, все евреи уже, которые себя считают родословной свое от Авраама, все они переселились в Египет из-за голода. Сейчас мы будем читать вторую книгу Моисея, которая называется «Исход». Как они будут выходить из Египта. Вот исхода чтения. Начинаем. Первая глава. Вот имена сынов Израилевых, которые вошли в Египет с Яковом, отцом их. И вошли каждый со всем домом своим. Рувим, Симеон, Левий, Иуда, Иссахар, Завулон, и Вениамин, Дан и Нафалим, Гат и Асир. Всех же душ, пришедших от Шерез и Акова, было семьдесят пять. А Иосиф был уже в Египте, и умер Иосиф, и все братья его, и весь род их. А сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли, и усилилась чрезвычайно, и наполнилась ими землята. И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему, Вот народ, сынов Израилевых, многочисленный и сильнее нас. Перехитрим же его, чтобы он не размножался, иначе, когда случится война, соединится, и он с нашим неприятелем и вооружится против нас, и войдет из земли нашей. И поставили над ним начальников работ, чтобы изныряли его тяжкими работами. И он построил фараону, и ифом, и рамсес, города для запасов. И он иначе, или иполь. Но чем более изнуряли его, тем более он умножался, и тем более возрастал. Так что египтяне опасались сынов Израилев, и потому египтяне жестокостью принуждали сынов Израилевым к работам, и делали жизнь с них горькою от тяжкой работы над глиною и кирпичами, и от всякой работы полевой, и от всякой работы, которые принуждали их с жестокостью. Царь египетский повелел повивальных бабкам, еврейкам, из коих одно имя шифра, а другой фуа, и сказал им, когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте при родах. Если будет сын, то умер, шляйте его, а если дочь, то пусть живет. Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых. Царь египетский призвал повивальных бабок и сказал им, для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых? Повивальные бабки сказали фараону, еврейские женщины не так, как египетские, они здоровы, ибо прежде, нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают. За сию Бог делал добро повивальным бабками, народ умножался и весьма усиливался. И так как повивальные бабки боялись Бога, то он устроил дома их. Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря, всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых. Вот мы начали читать книгу Исход о том, как те люди, которые пришли первые, Иосиф, которого любил фараон, и все делал для него, и пригласил его родных, помогал им во всем, то другой царь, когда умерли уже и Иосиф, и братья его, пришел другой царь на смену фараону. И он увидел, что евреи очень умножаются, и крепкие у них семьи, и все у них умножается больше, чем у египтян. И он испугался и сказал своим людям, что они могут побеждать нас, и если будут наступать враги, они могут с врагами договориться, и тогда они нас победят, и нужно что-то делать, чтобы их уничтожать, убирать их неусилия. И что придумал царь? Сначала разными работами тяжелыми их доставляли работать, более чем других, но это не воздействие. Они были крепкие люди, работали, и Бог помогал им. Тогда он призвал повивальных бабок, которые присутствовали при рождении детей, и сказал, что если рождается сын в еврейской семье, нужно его умерщвлять, на что бабки повивальные, которые Бога боялись, они так не делали, и сказали, что еврейские женщины очень сильные и сами рождают, без нашей помощи. И тогда он приказал египтянам всем новорожденных евреев сыновей бросать в реку, а дочерей оставлять. Вот такие нравы были. То есть человек, если Бога не боится, как мы понимаем, что для него ничего не значит. Младенец это или взрослый человек. Он готов любого убить. Вот такая первая глава. Слава тебе, Господи! Слава тебе!